Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я выкачу из ангара БЦ Бояросквая. Он сейчас стоит на продаже за 10 косарей голды, но что-то мне подсказывает, что на момент, когда вы будете смотреть данное видео, вы уже будете видеть немножечко другое предложение по ценнику, ну а в частности сниженную цену на 500 голд, за 9,5 скорее всего будете видеть это предложение. Сейчас их еще 2810, я думаю, что цифра не сильно начнет уменьшаться, когда ценник снизится всего на 500 голды. Я думаю, что где-нибудь до второго захода продержится уж точно, ну а вот уже когда будет в два раза снижена цена, тогда, возможно, за 9 люди начнут проявлять к нему интерес. Что, кстати, хочется сказать самое интересное по поводу продажи, то, что я делал ставку на какие-то прикольные машины, интересные машины, то есть те, которые действительно играбельные и народ захочет их покупать. Я понимаю, почему не покупают М41Д, ну просто потому, что он стоил 3000 на Черную Пятницу, люди еще об этом помнят, но и, соответственно, не хотят покупать за 5,5, я думаю, что и за 5 его брать не будут. Что касается Т26Е5, его часто выставляют на продажу, тоже интереса не вызывает, защитник уже мало вызывает интереса. Я почему-то думал, что лидерами продаж должны быть такие машины, как Химера, Могильщик, ну, может быть, может быть, Дракула, скажем так, на любителя. Но, что самое парадоксальное, все эти машины Дракула, да, действительно, там, его потихоньку берут, ровно как и Боя Раскуайра берут, но самым большим лидером по продажам является Объект 752. Я, честно говоря, удивлен, потому что это 9-й левел, ну и я, честно говоря, на него как-то ставку не делал. Но машинка прикольная, машинка интересная. Но, опять-таки, что говорится, на любителя. Ладно, это я отдалился от темы, что касается Боя Раскуайра. Давайте будем говорить таким образом. Машинка очень, очень специфическая и явно, явно, ребят, не для всех. Давайте посмотрим, что касается ТТХ, то, что меня очень сильно удивило. Я посмотрел ТТХ по машинке в нескольких, ребят, в нескольких сервисах. И вот меня больше всего удивило то, что заявленное базовое время сведения 2,22. То же самое повторяется и вот здесь, видите, 2,22. Но, что самое парадоксальное, что когда вы зайдете в технические характеристики самой машинки в игре, то вы увидите следующее, что время, то, которое сейчас в игре у машины, время сведения, оно составляет нифига 2,22. Оно составляет 3,6. И, поверьте мне, играется оно, несмотря на то, что это меньше 4,3,6. Вроде бы должно быть приятно. Нифига, ребят, абсолютно нифига. Играется очень уныло. И отыгрывать с таким временем сведения, конкретно на Боэр Эсквайре, очень сложно и очень дискомфортно. Что касается технических характеристик остальных, я всегда зацениваю только орудия и то не все показатели. Так вот, разброс на 100 метров есть у нас, вроде бы заявленный, очень приятный, очень прикольный. Урон в минуту у нас довольно-таки, в принципе, для среднего танка нормальный. Время перезарядки магазина очень, очень тяжелое. 18,5, ребят. Это при том, что брони у танка нет прям совсем. Прожить 18,5 секунд, с учетом того, что у меня установлены амуниция, оборудка, очень сложно, ребят. Пережить время перезарядки всего в магазина. Да, приятное время перезарядки снарядов между собой в магазине, но их всего 2. И, соответственно, за 2 секунды, да, вы делаете 640 среднего урона. Ну, будем говорить 600 для ровного счета. Но на 8-м левеле, с учетом прочности всех машин, я бы сказал, что это ни о чем. Что касается пробития. Да, пробитие нормальное, практически 200 единиц. Углы склонения вниз минус 6. Но поверьте, с учетом того, что брони у танка нет от слова совсем, вам, в принципе, данные углы склонения не будут помогать отыгрывать от башни. Почему я говорю по поводу того, что нет абсолютно никаких углов склонения. Если вы обратите внимание на силуэт машинки, я не люблю этим заниматься. Говорил, что я не буду делать все свои обзоры такими. Но в данном случае я хочу показать. Вот, пожалуйста, броня. Ребят, 70 мм, 68 мм. С учетом приведенки 157 мм. Короче говоря, ребят, как его ни крути, это картон картонный, который в себя просто-таки впитывает, всасывает фугасы, всасывает в себя полностью все, что в него прилетает. Возвращаемся к самой машине. И давайте будем тогда уже прыгать непосредственно в бой, для того, чтобы показать, какой машина является на самом деле. Но и попробуем сложить ей цену. Я могу за себя сказать всего две вещи. Первое. Эта машина находится у меня на неосновном аккаунте. Этот аккаунт я использую крайне редко. Я использую его, в принципе, только тогда, когда хочу показать обзор на какую-нибудь из машин, которых у меня нет на основном аккаунте. Ну, по какой-то причине. В частности, Боя Раскуая попал ко мне сюда на неосновной аккаунт, путем того, что выпал мне из бесплатного контейнера. Ну, халява есть халява. Поэтому ей как бы и рад. Но в то же время, факт того, что его нет на основном аккаунте у меня, вообще меня не смущает. Я не расстраиваюсь. То есть, если Кейлер, допустим, был куплен мной на неосновной аккаунт, только лишь потому, что там у меня хватало голды на момент продажи данной машины, когда ее первый раз выставили на продажу в магазине, то вот Кейлер как раз меня и расстраивает тем, что он у меня находится на неосновном аккаунте. Что же касается данной машины, мне вообще ровно по поводу того, что на основе у меня этой машины нет. Она не доставляет мне абсолютно никакого удовольствия. Его все называют разведчиком. Я его тоже так называю, только лишь потому, что называют так все. Но по факту, данному, я бы сказал, титулу, званию, не знаю, называйте как хотите, машина не соответствует абсолютно. Я вам скажу почему. В моем понимании разведчик, это не просто машина, которая имеет большой радиус обзора, да, то есть большое расстояние, на которое может выглядеть противника в игре. Машина должна еще иметь подвижность. А данная машина подвижностью не обладает от слова, ну, не то чтобы совсем, но от слова чуть-чуть только обладает подвижностью. Он двигается как обычный средний танк, но может чуть-чуть быстрее. Но для разведчика этого очень-очень мало. Тебе необходимо куда-нибудь заскочить, засветить, отвалить. Вот у тебя получится только первые два пункта. Третий пункт, ну, как бы вообще, как говорится, не про тебя. Что касается живучести машины, как вы видели, силуэт абсолютно, абсолютно, ребят, желтый, он даже не оранжевый, но и, соответственно, вот эти ужасные, ужасные 16 секунд перезарядки с копейками очень сложно прожить. Вот сейчас уже бы стрелять, ребят, но куда там, будем ждать, пока дозарядимся. Что касается точности орудия. Орудие точностью особо и не обладает. Я бы сказал, очень часто в те моменты, когда тебе, ну, прям очень-очень надо сейчас попасть в противника, ты в него не попадешь. У меня очень часто было такое, когда на небольших расстояниях я реально не мог выцелить кепку у ТВП, допустим. Хотя там кепка такая, что, в принципе, и слепой попадет. Я бы сказал так, вот дай бы ему хоть что-нибудь, и тогда машина была бы куда более годная. А так, в целом, я могу сказать следующее. Что машинка явно не стоит 10 косарей золота. Я бы даже так сказал. Я перехожу на голду, потому что 2 ТТшника, 53-е. Ну, короче говоря, сейчас мне будет не сильно сладко. Так вот, ребят, десятка голды, это очень-очень дорого для данного аппарата. Ну, прям вот совсем дорого. Его реальная цена, вот по ощущениям того, как он играется, я бы сказал, ну вот в лучшем случае, ребят, в лучшем случае, где-то косарей 6,5. Но за такую цену, понятное дело, его никто продавать не будет. Потому что это будет, ну, слишком, слишком, ребят, дешево. Я для себя это понимаю, что я сильно бурею с ценником. Но, ребят, машинка не стоит того, чтобы за нее отдавать 10 косарей. 9,5, да даже 9. Ну, просто она того не стоит. Вы можете сказать, что, блин, да вот сейчас на обзоре абсолютно там ничего не делая, особо не стараясь, ты уже сделал 4 фрага. Ребят, ну какие нафиг 4 фрага? Я добирал недобитков в первую очередь, да, то есть, ну, по большому счету, будем говорить откровенно. Подвижности у меня не сильно. Вот сейчас у меня осталось 400 хпшки, я понимаю, что шансов у меня, ну, очень, очень, ребят, мало на то, чтобы победить. Я сейчас попытаюсь, конечно, что-то там, как-то полетать по карте, что-то попытаться поделать, поотстреливать. Но для себя понимаю, что 53-го разобрать, с учетом того, что у меня за 2 снаряда вылетает всего 600. То есть, мне надо по нему отработать, ребят, 2 барабана, а 2 барабана отработать, это тоже, извините, не пальцем в носу поковыряться. Поэтому, ребятки, машинка на очень-очень большого любителя. Вот здесь сейчас у меня, трабл заключается в том, что у меня не хватает углов склонения орудия. А у этого товарища углы склонения довольно-таки приятные, довольно-таки интересные. Что с этим делать, да фиг его знает, вот серьезно. Сейчас понимаю, что спускаюсь, буду отхватывать на орехи потихоньку. Эх, братки, чуть-чуть, чуть-чуть. И вот теперь, понимаете, смотрите, 16 секунд перезарядка. Что с этим делать? Куда бежать? Куда лететь? Как отваливать от этого товарища, так, чтобы он не успел меня добрать? Я ума не приложу. Вот такая вот беда. Оставалось совсем чуть-чуть, 65 хпшки у него забрать, была бы победа, но, к сожалению, поражение. И это правда про Буэра Сквайра. Нравится она кому-то или не нравится, пишите в комментариях, пишите, купили ли вы себе эту машину или планируете ли вы ее взять. А если вы обладаете данной машиной, и вам есть что возразить, обязательно пишите в комментариях, потому что ребята, которые сейчас пытаются принять для себя решение покупать или не покупать, явно рассчитывают на мнение не только мое. 2163 единицы урона, 4 фрага, но насколько они заслуженные, я уже свое мнение высказал. Что касается по фарму, я не нашел коэффициент фарма нигде в специальных там сайтиках, сравнительных табличках и так далее. Но вот какой фарм есть, такой есть, 65 с половиной тысяч с учетом активированного прем-аккаунта. Что касается результативности в команде, я занимаю второе место, ребят, с учетом того, что прожил дольше всех. И объект 274А меня опередил. Ну, я бы сказал, что не сильно существенно, но в целом, ребят, на один мой снаряд, да, там по урону, может даже чутка больше. Короче говоря, ребят, вот такой вот он честный обзор на Буэра Скуайра, который сейчас продают на новогоднем аукционе. Я бы остро не рекомендовал приобретать данную машинку, потому что, ребят, есть еще две волны, которые ждут нас в будущем, после вот этой первой волны танков. И поверьте, за свои 9 или 9 с половиной тысячи золота вы сможете купить себе на 8 левел абсолютно-таки гораздо более годную машинку. Если вы ищете фана, присмотритесь, допустим, к тому же могильщику, если все остальное у вас есть. Могильщик действительно доставляет удовольствие, несмотря на то, что это семерка, а не восьмерка, и машина не рассчитана на фан. Ну, а Буэра Скуайра остается только для тех, ребят, у которых прям все-все-все из списка есть, и голду девать прям некуда. Это мое скромное субъективное мнение, как я уже сказал, если вы этим не согласны, пишите в комментариях. И да, ребят, если вы за честные обзоры, а я стараюсь ради вас, я показываю технику такой, какая она есть на самом деле, подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику, я вам буду безумно благодарен. Я очень, ребят, очень сильно до прям трясущегося лица хочу до нового года набрать 5000 подписчиков, за что буду вам отдельно благодарен. Каждому отблагодарю честными обзорами на технику, такой, какая она есть в средних руках, и на товары в магазине. Ничего не приукрашая, меня никто не проплачивает. На данный момент все, всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.